Золотая нить вновь собрала детские театры моды. В Иванове состоялся финал областного конкурса. На этот раз в нем приняли участие 300 ребят, которые представили полсотни авторских коллекций. Есть как конкурсанты со стажем, так и новички. В этом году участвуют три детских дома, два из которых принимают участие в этом конкурсе впервые. К сожалению, некоторые коллективы не смогли принять участие по различным причинам, но есть и новые коллективы-дебютанты, которые, естественно, участвуют у нас в категории «Дебют». Среди таких коллективов как раз Палехский театр моды «Модница». В этом году ребята вместе с педагогом подготовили коллекцию из сица под названием «Варенька». Она создана по народным мотивам с учетом современных модных тенденций. Могли показать, которые были в древности, какие наряды носили женщины. В конкурсе «Золотая нить» три номинации. Две из них коллекция и этношик – традиционные. Впервые творческие коллективы представят модели в номинации «Волшебный мир театра», приуроченные к году театра в России. Ребята из «Кинишма» взяли за основу коллекции «Там на неведомых дорожках» – одну из постановок, которая шла на сцене родного драматического театра. Мы там позаимствовали вот этих вот персонажей и собрали все эту лесную, как бы братство это лесное, красивых вот этих вот, кикимор, бабыягу, леших. И у нас получилась такая цельная, интересная, сказочная детская коллекция. Конкурс «Золотая нить» проводит уже не один десяток лет. И интерес к этому мероприятию не угасает. Лучшие конкурсные работы традиционно покажут на Всероссийском фестивале моды «Плюс на Волге льняная палитра». Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.